Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Сегодня, 18 марта, отмечают десятилетие воссоединения Крыма с Россией. Этот день стал памятным праздником для всех россиян, для всех крымчан. Я тоже хочу вас поздравить вот этим видеороликом с праздником Крымской весны. Изменения, которые произошли за эти годы, наверняка заметил каждый, кто хотя бы раз бывал на Крымском полуострове. Не говоря уже о самих крымчанах. Был построен Крымский мост, новый аэропорт, трасса Таврида, новые системы гидроснабжения, электростанции. Все это грандиозные проекты, их можно перечислять, друзья, наверное, очень-очень долго. Я просто счастлив, что при России Крым развивается, друзья. Просто на глазах. Я здесь живу 10 лет и все это вижу своими глазами. И сегодня я хочу показать вам, как изменился город Судак за эти годы в своем видеоролике. Я прошу вас поставить свой праздничный лайк, написать комментарий. Ну а мы с вами начинаем. Погнали! Сегодня в планах прокатиться по Судакскому району, пройтись по самому городу и показать вам те положительные изменения, которые произошли здесь за последние 10 лет, друзья. Я в Судаке проживаю тоже ровно 10 лет. Я видел все это своими глазами, как все строят, как все меняется. Сегодня посетим и новые школы, новые детские сады. Покажу вам дороги, спортплощадки, детские площадки, набережные. В общем, посмотрим, как действительно менялся Судакский район за все это время. Ну а пока вам такой обзорный панорамный вид на 360 градусов на город Судак. Честно скажу, друзья, я просто обожаю этот город. Для меня он самый-самый лучший в Крыму. Я не знаю почему так. Вот когда ты приезжаешь в Судак в первый раз, ты либо в него сразу влюбляешься, либо он тебе не нравится. Одно из двух. Вот я его полюбил и теперь просто не смогу жить без этого города. Прекрасный небольшой городок на берегу Черного моря. Здесь все комфортно, доступно. В общем, хороший город. Что еще здесь сказать? Все, друзья, обзорную панорамку посмотрели. Теперь спускаемся вниз. Начнем мы с поселка Новый Свет, который относится к Судакскому району. Что, друзья, поменялось здесь? Несколько лет назад здесь провели масштабную реконструкцию набережной. И сейчас мы шагаем по обновленной красивой набережной. Давайте немного вам ее покажу и отправимся уже в другое место. Я считаю, что набережная – это лицо любого курортного поселка и города. В Новом Свете сделали достойную красивую набережную. Те, кто отдыхал здесь раньше и когда приезжают снова, увидев вот эту набережную, были приятно удивлены. Да, и сами местные жители этому очень и очень рады, что у них провели такую реконструкцию и сделали прекрасную, друзья, набережную. Посмотрите, какая здесь плиточка. Она как раз в такой золотистый, желтенький цвет, но идеально вписывается в этот ландшафт, так сказать. Все озеленяется, клумбы высаживаются. Приятно здесь прогулять. Обожаю Новый Свет. На набережной всегда чисто, всегда как-то уютно здесь. Здесь, смотрите, кто к нам прилетел весной. Видите, на веточке сидит уже. Все, котейки прилетели в Крым. В общем, друзья, красота. Навелись здесь действительно красоту. Помните, какая она была здесь раньше? И то, что стало здесь сейчас. Ну, небо и земля, согласитесь, приятно ходить по оккультуренной, чистой, ухоженной набережной. Высадили много растений. Даже не знаю, это я знаю, розы. Какие-то вот новые деревья, юки, цветы. Скамеечки, кстати, тоже новые поставили, такие добротные. И это вот все при России меняется. Сейчас мы еще отправимся дальше. Покажу вам Новосветский центральный парк. Там тоже провели в прошлом году масштабные работы. Ну, что можно сказать за Новый Свет, друзья? Прекрасное место. Обязательно здесь побывайте, полюбуйтесь. Я уверен, что вам понравится. Так, ну, а мы давайте будем двигаться в сторону парка. Ну, еще хотелось бы вам море показать. Смотрите, как красиво, друзья, на набережной. Море сегодня спокойное, шторма нет. Цвет водички, смотрите, какой шикарный. Эта бухта называется Бухта Зеленая. Вон вдалеке вид на мыс Меганом, на Алчак. И слева открывается вид на гору Сокол. Это древний коралловый риф. Видите, вершина в облаках у этой горы. Воу! Море с нами здоровается. Райское место. Парк Нового Света, друзья. В прошлом году здесь тоже провели реконструкцию. Сейчас она полностью завершена. Вы помните, как выглядел этот вообще раньше парк? Здесь не было освещения, вообще никакого. Здесь было очень мало скамеечек, где можно посидеть. А по сути, здесь можжевеловая роща. Здесь нужно сидеть, ходить, чтобы дышать вот этим целебным можжевеловым воздухом. Здесь было маленькое количество урн. Сейчас все это изменилось. Здесь сделали красивые дорожки, которые вымощены плиткой. Поставили скамейки, урны. Сделали красивое освещение. И парк прям стал действительно достойным. Пойдемте смотреть. Мне раньше было немного обидно, что Новый Свет, это же жемчужина Крыма. И в этом поселочке не было нормального красивого парка. Благо все изменилось, друзья. Давайте немножко прогуляемся. По всей территории, наверное, ходить не будем. Потому что это много времени зайдет. А пройдемся вот немного. Покажу основные работы, которые были сделаны. Новые фонарные столбы, которые очень, как сказать, уютно светят вот этим желтым таким цветом, друзья. Вот атмосфера такая тут создается вечером, когда приедете, вот сами поймете. Не белый вот этот цвет, а желтенький. Очень красиво. Так, ну, тоже парк оснащен скамеечками. Возле каждой скамейки имеется урна. Не просто какая-то там урна железная, а вот такая прям бетонная, которую не перевернуть, не разбить. В общем, конкретные урны, конкретные скамеечки, но видно, что добротные. Также по парку высадили еще новые деревья, кипарисы, можжевельники. В некоторых местах юки повысаживали. Ну, красиво, что могу сказать. Обратите внимание на вот эти новые дорожки, тропинки, которые вымастили плиткой. Помните, что здесь было раньше? Мы ушли просто, я даже уже не помню. В некоторых участках был асфальт просто убитый, в некоторых были просто грунтовые такие тропки. Сейчас здесь все в плитке. Приятно гулять? Конечно, приятно по такому парку гулять. Одно удовольствие. Все чистенько, все красиво. Травка зелененькая. Лечебный воздух можжевельника. Что нужно еще для счастья? Я не знаю. Также здесь на территории парка сделали спортплощадки, детскую площадку. Мы сегодня в них тоже зайдем. Покажу вам. Вы, друзья, старость не радость. Но уголок еще держу. На кольцах это очень сложно делать. Вот такие спортплощадки есть. Тут чисто брусья, лесенка и вот такие кольца висят. Но это все находится в парке, в окружении можжевельника. Тут прекрасный воздух вот этот. Невозможно передать вам его через камеру. Вот такая, друзья, спортплощадка, на которую можно приходить по утрецам, делать разминку, зарядки. Вот так же скамеечки поставили. Мягкое прорезиненное покрытие. Есть брусья, штуки на которых качают пресс. И есть система видеонаблюдения, чтобы никто не ломал эти площадки. Потому что разные люди бывают. Ну и здесь примеры упражнений, которые можно выполнять на брусьях и кольцах. Так, ну а мы идем дальше по парку. Вот такая, друзья, площадка также появилась здесь в парке. Это детская площадка. Ну, видите, тоже с прорезиненным покрытием. Она небольшая, потому что сам парк небольшой. Но сделана прям так удачно, я бы сказал. Можжевельники, видите, не стали трогать. Оградили их специально. Так, ну здесь такая мудочка играет. Надеюсь, не забанит YouTube. Еще очень хочется отметить то, как облагораживают туристические тропы, друзья. Потому что в Крым едет очень много туристов летом. И им будет комфортно путешествовать уже по оборудованной тропе. Тропа Голицына, все мы ее знаем. Она здесь выходит. А мы тут заходим с этой стороны. Видите, тоже поставили такие красивые деревянные ворота. Здесь на выходе, либо на входе, как мы заходим, сделали туалеты, друзья. Все они абсолютно бесплатные и рабочие, открыто. Первый раз на судаке. Второй раз с вами встречаемся. Ну вот. Что на набережной были, встречались с вами. Ой. Тихо. Как ваши дела? Мы у вас выиграли тогда бутылку портфея. Большую, которую, да? Да, да, да. Их долго не могли там прислать. Нет, 32 года выдержать. Да, да, да. С белого. Все, понял, понял. Круто. Молодцы. Лазили на хапчик. Никакой хапчик. На горорье. Орел. Да, ну дотуда. Вот это сосну пофотографировали все это самое. Ну дальше мы, конечно, там геопарку. Ну там, да, опасно не надо лазить. Два пенсионера. Да, два пенсионера полезли. Так, я снимаю этот ролик на десятилетие вот Крымской весны получается. Можно? Да, небольшой вопрос вам. Как изменился Крым за последние 10 лет? Вы сюда приезжаете на отдых? Мы регулярно приезжаем, да. Последний раз, первый раз, мы были в Крыму в 13-м году. Тут был полный развал. Ни дорог, ни набережных. Кстати, в Судаке были. Да, в Судаке тогда были. Какая набережная в Судаке? Сами помните, какая была, все помните. Но сейчас это небо и земля. Дороги по Крыму, в общем, как? Там все сделано просто очень красиво. Делается все для народа. Поэтому мы сюда и ездили. Не знаю, как для местных жителей, но для поспихающих. Мы всегда приезжали сюда летом, в сентябре месяце всегда приезжали. Ну, сейчас решили и весной приехать. Зима, можно сказать, еще. Но уже весна. Но очень вообще, просто очень хорошо. Понятно. Ну, спасибо за комментарии. И будем ездить в дальнейшем. Будем приезжать. Приятно было вас увидеть. Спасибо. Давайте счастливо. Всего хорошего. Каждый раз вас смотрим. Спасибо. Очень, как говорится, ждем даже выпуски, чтобы... Это же вот увидели ваш маршрут. Так, по опасным местам только не везти, пожалуйста. Мы уже не в том возрасте. Не повторять. Приятно было вас увидеть. Ладно, давайте, слева побегу дальше. До свидания. Облагородили, друзья, не только тропу Голицын, но и другие тропы, которые есть в окрестностях Судака. Тот же мыс Алчак. Там тропа проходит. Сделали тропу от Меганома до Маяка. Там тоже указатели поставили. Различную информацию, с которой можно знакомиться. Кто обитает в этих местах. Протяженность маршрута. В общем, все сделали, вот как сказали мои зрители, которых я здесь встретил. Все сделали для людей. Чтобы людям было комфортно путешествовать. Чтобы они не заходили в какие-то опасные участки, где можно свалиться. А шли по тропе и любовались красотами Крыма. Вот такие стенды у нас тут в Можжевелой Роще. Я тоже, друзья, всю рощу проходить не буду. Просто здесь вначале вам немного покажу. Потому что сегодня нужно проехать по многим объектам. Как это все успеть за один день, я не представляю. Видите, сделали красивое ограждение. Не просто какой-то забор там, а деревянные столбики с таким канатом. Которые, ну, действительно очень вписываются в это место. И на фото они тоже выглядят красиво. Поставили по Можжевеловой Роще урны. По тропе Голицына также есть скамейки. Есть смотровые площадки, которые оборудованы беседками. Ну, все для того, чтобы люди приезжали и наслаждались природой и красотой Крыма. Все, друзья, дальше не пойду. Давайте ехать, наверное, в сторону Судака. Смотреть, что у нас там изменилось. За этим забором расположен, друзья, завод шампанских вин Новый Свет. И прямо сейчас, в эту минуту, там также проходит масштабная реконструкция. Фотопроекты уже появились в интернете. Я вам их сейчас прикреплю вот здесь на экране. Ставьте видео на паузу и посмотрите, как будет выглядеть данное место. Там тоже у них масштабный такой грандиозный проект. Ну, смотрится очень круто. Надеюсь, что они его смогут также воплотить в жизнь. И это место тоже будет притягивать еще больше туристов. Друзья, дорога из Судака в Новый Свет. Это лет, наверное, 7 либо 8 назад тоже ее делали. Потому что там был такой опасный участок возле обрыва. И он начал обрушаться. И вот-вот бы часть дороги просто бы свалилась в обрыв. Но ее сделали. И теперь вы комфортно можете здесь проезжать. Я на дороге нет. Ровненький асфальт. Без кочек. Единственное, что серпантин. Ну, от серпантина никуда не избавиться. Думаю, проедете. Хочу показать, как тут тоже красиво расцвел миндаль. Он именно такого розового цвета. Вот, друзья, такие шикарные цветочки. Настоящая весна в Крыму. Ну, собственно говоря, вот эта дорога. Какая-то из Нового Света в Судак. Я вам показываю ракурс. Но, чтобы там уже на дороге не останавливаться, не создавать аварийную ситуацию. Потому что дорога узкая. И разъезжаться там довольно-таки сложно будет. Если мы еще где-то сбоку припаркуемся. Но, чтобы вы знали, эта дорога тоже относительно новая. Асфальт здесь, видите, какой сделали. Ровненький, хороший. По которому можно комфортно проехать. Так, ну, я уже выезжаю в Судак. Сейчас пойдем в Судак. Либо еще, наверное, нам нужно съездить на Меганом. Поехали сначала на Меганом. И потом уже в Судак. Мы переместились на Меганом, в бухту Капсель. Именно здесь, друзья, находится, наверное, один из самых главных проектов, которые построили в Судакском районе. Наверное, этот проект не только главный для Судака, но и для всей России. Это молодежный арт-кластер Таврида Ар, друзья. Арт-кластер Таврида – это, друзья, экосистема возможностей для представителей творческих специальностей от 18 до 35 лет. Сюда приезжает талантливая молодежь со всей России. Если говорить менее прозаично, это экосистема проектов, направленных на продвижение деятелей культуры и искусства, реализацию профессионального потенциала молодежи и объединение специалистов из разных сфер. Ну, Таврида Арт, скорее всего, вам больше известно своим фестивалем, который ежегодно проводится, на котором мы с вами также бывали. Очень крутой фестиваль, но она работает круглогодично. Сюда приезжает молодежь, они проводят какие-то сессии, обучающие уроки. Ну, в общем, развиваются, что-то создают. И здесь уже на территории достраивается киностудия. Это будет огромнейшая, друзья, киностудия. Я надеюсь, что в будущем мы о ней будем слышать очень часто. Ну, посмотрим, какие они фильмы будут снимать. Говорить про Тавриду можно очень долго. И у меня на канале есть отдельный ролик, конкретно посвященный Тавриде Арт. Вот здесь, в правом углу, у вас появилась подсказка на этот ролик. Кликайте и смотрите. Там я более детально рассказал, прошелся по территории, все вам показал. В общем, Тавриде Арт вот здесь. Кликайте, смотрите. Ну, а мы идем дальше. Спорт площадки на берегу моря также у нас есть, друзья. И тут серьезные тренажеры. Я такие вообще первый раз в жизни не вижу, так как он работает. Видите, какие тренажеры. Но видно, что они добротные, что они качественные. Поэтому можно заниматься спортом на берегу моря. Дышать вот этим морским воздухом. Так, ну мы сейчас хотя бы разочек на турничке подтянемся. Вот турники у нас, пойдемте. Друзья, я уже на турниках не был лет 10. Поэтому давайте что-нибудь вспомним из молодости, так сказать. Я не знаю, что мы сможем вспомнить. Подтягивание, ну это самое простое. Ой, блядь, я сейчас ничего не сделаю. У меня просто сил не хватает. Ну хотя бы давайте стандартную склепочку попробуем. Ой-ой-ой, склепку еще делаем. Не все потеряно. Ну, друзья, территория, естественно, здесь тоже вся озеленяется. Видите, появилась такая спортплощадка. Не только здесь разные тренажеры, но еще и для пляжного футбола. И две площадки для волейбола. Что у нас появились. Прям вот на Меганоме, здесь на море. Очень радует новая набережная. Здесь, чтобы вы понимали, было просто дикое место. Вот здесь было поле, на котором вообще не было никакой растительности. Потому что на Меганоме такой суровый климат. Зимой сильные ветра, летом сильная засуха. Ну и плюс почва здесь своеобразная. И чтобы здесь вырастить какое-нибудь дерево, здесь прям нужно конкретно потрудиться и постараться над этим, чтобы оно принялось здесь. Но, как видим, некоторые деревья прижились. И в будущем будут радовать нас своей зеленью. Естественно, здесь на территории установлены бесплатные туалеты. Что еще установлено? Вот, кстати, освещение на днях тоже поставили. Фонарные столбики. По чуть-чуть это место также здесь развивается. Тут пешеходная зона. И, видите, тут зона для тех, кто на велосипедах. Кстати, вот этот тротуар, по которому мы идем, он ведет до города Судак. Пешочком можно от Судака дойти сюда до Меганома. Либо на велосипеде, на скутере, на самокате. Очень-очень удобно. Не нужно ехать по трассе, где ездят автомобили, не создавая аварийных ситуаций. По пешеходику спокойно прошлись. Либо по той зоне, вот где можно на велосипеде проехать. Это очень здорово, я считаю. Так, ну что, куда идем дальше? Про пляж еще не сказал. Летом здесь очень красиво у нас пляжи. Потому что их летом обустраивают. Есть и дикий, он находится прямо под самим Меганомом, дикий пляж. А есть уже такие обустроенные, современные. Ну, сейчас, конечно, на зиму там все закрывают, все разбирают. Летом их снова восстанавливают. Ставят навесы, шизгонги, открываются какие-то кафешки. Поэтому для всех любителей отдыха найдется свое местечко. Кто любит дикий отдых, пойдут на дикий пляж. Кто любит цивилизацию, пойдут уже на обустроенный пляж. Вот в том ролике про Тавриду я показал эти пляжи. Посмотрите. Там даже есть пляжи с бесплатными лежаками. Что очень круто, я считаю. Где вы еще видели пляжи в Крыму, что были бесплатные лежаки? Ну, в общем, я тоже рад за Меганом, что сейчас здесь идет такое колоссальное развитие, что сюда вкладывают много денег, много сил. И это также в будущем привлечет огромное количество туристов в наш город Судак. Наверху сейчас, вон там, видите, идет стройка. Там строят православный храм Георгия Победоносца. Ну, вот к сезону, я думаю, они уже должны будут завершить постройку. Ну, я вам, естественно, все это буду показывать, когда его построят. Вот так, друзья. Даже вот эта дикая часть такая, полупустынная, видите, как развивается. Действительно, очень и очень рад этому. Так, ну, а мы сейчас еще поедем в сторону солнечной долины. Там, друзья, цветущий миндаль. Хочу вам показать эти аллеи цветущего миндаля. Он сейчас как раз во всем своем цвету стоит. Для меня символом крымской весны является цветущий миндаль, друзья. Мы сейчас находимся, можно сказать, на аллее этих деревьев. Их здесь очень много. Они сейчас в самом своем цвету. Здесь такой прекрасный аромат. Вот она, крымская весна. Настоящий рад. Приехали мы сюда не просто так, потому что именно здесь проходит дорога судак-солнечная долина. Она, друзья, тоже новая, чтобы вы понимали. Сейчас я вам ее покажу во всей ее красе. Естественно, всю мою проезжать не будем, потому что смысла нет. Но вот, друзья, новенькая асфальтированная дорога проходит сквозь такую красоту. Вокруг деревья цветущие. Обязательно будете здесь весной, проедьте по ней, потому что, ну, такого количества цветущего миндаля вы в Крыму больше нигде не встретите. Только по этой дороге. Ой, аккуратно. Сказка. Так, показываю вам от первого лица, друзья, такие нежные цветы. Есть розовые, есть белые. Разный миндаль существует. Это как японская сакура. Но только вот наша крымская, друзья. Такой аромат здесь стоит. Не передать вам. Так, давайте выйдем на дорогу. Аккуратно, чтобы нас никто не сбил. Смотрите, вдоль этой дороги с двух сторон растут деревья. Это и есть тот самый наш миндаль. Символ крымской весны. Сейчас он цветет. Ну, сами видите, какие прекрасные виды. Дорога тоже новая. В прошлом году она уже функционировала. До этого здесь велась реконструкция. Ну, те, кто из этих мест, прекрасно помнят, какая здесь была раньше убитая дорога с ямами. Нормально не проедешь. Сейчас же хороший асфальт лежит. Все, что еще нужно для счастья водителю. Это, чтобы была хорошая дорога. Так, вон розовое дерево прям. Давайте к нему еще подойду. Покажу вам эти цветочки. Здесь, видите, вот белые встречаются нам на фоне гор. Тоже смотрится неплохо. И вот прям такой розовый миндаль, который очень выделяется среди белых. Вот, друзья, смотрите, какие пышные, большие розовые цветы. Так, вон я еще одно увидел. Сейчас вам покажу сначала белый. Вот это белый миндаль. А вот розовый. Такая красота. Так, ну что, я предлагаю, наверное, уже поехать в сам город Судак и посмотреть, как поменялся он. Друзья, вот я езжу, не могу вспоминать все эти объекты, которые у нас построили, которые сделали. Вот по трассе едем, все, что вспоминаю, то по пути и показываю вам. Здесь, конечно, красота места для фотосессий идеальное. Но пора нам двигаться дальше. Ну что, друзья, мы уже переместились непосредственно в сам город Судак. За моей спиной находится новая школа, в которой могут разместиться 845 учеников, друзья. Огромнейшая школа, она уже 2 или 3 года функционирует. В ней все новенькое. У них даже огромнейший стадион есть тут. Ну, все сделано по последним технологиям. Если найду кадры с квадрокоптера, у меня они когда-то были, я их вставлю и покажу вам с высоты птичьего полета вот эту школу. Ну, круто. Теперь есть детям, где учиться. Ну, друзья, к сожалению, тут через заборчик вам не перелезть. Но вон расположен стадион. Огромная у них тоже территория. И спортплощадки я вон вижу. Ну и вот сама школа выглядит вот так. Ну, надеюсь, я нашел там вам кадры с высоты полета. Если нет, то у меня их уже нет. Смотрим так. Школа реально такая огромнейшая. Представляете, почти тысяча человек здесь учатся в ней. Так, ну что, я предлагаю перемещаться, наверное, уже на следующий объект. Так, друзья, ну что, мы переместились уже в другое место, тоже на улице Коммунальной. Здесь сделали вот такую парковую зону, спортплощадки, скейт-площадки, детскую площадку. И вон, видите, где кран стоит, там сейчас строится спортивный комплекс огромный тоже будет в Судаке у нас. Ну, не знаю, все спортплощадки, наверное, которые и детские площадки у нас построили, смысла показывать нет. Их по городу очень, друзья, много у нас. Все обогорожено, все оккультурено, все красиво. Посмотрите, зеленые клумбочки. Высадили здесь вот такие кипарисики. Все прекрасно, Судак развивается. Детям есть где поиграть, где заняться спортом. И это, это круто, я считаю. Дети не должны только сидеть за телефонами. Вот у нас с детства были, мы 24 на 7 были на улице. Привет! Вон уже скейтеры подъехали. А мы сейчас, я вам сейчас покажу скейт-площадку. Ага, друзья, там он еще какой-то поле сделали. Это я уже не видел. Волейбольную площадку. Ну, сами видите, как реально Судак изменился. Тем более, вот эти места, которые здесь были вообще просто заброшенные. Ну вот, скейт-площадка. Я ее когда-то очень давно тоже вам показывал, как только ее построили. Здесь, пожалуй, вечером собирается очень много детей, катающих на скейтах. Но сейчас учебное время. Хотя тут дети все равно еще есть. Прогуливают школу. Вот видите, трюки разные делают. Вон, друзья, чуть дальше. Вот этого я уже не видел, потому что меня здесь давно не было. Там построили большую волейбольную и, получается, баскетбольную площадку. И ворота для футбола стоят. В общем, для любого вида спорта. А вот здесь, еще разочеку вам покажу, работает техника. Здесь строится большой спорткомплекс в Судаке. Это круто. Нужно развивать спорт. Тем более у меня сегодня такие съемки, можно сказать, спортивные. Там на турничке потянулись, там на кольцах повисели. Как-то так. Так, ну что, друзья, идем-то дальше. Я рад, что Судак такими темпами развивается. Кстати, на этом месте, я помню, была свалка мусора раньше. У меня есть одни из первых моих роликов. Можете посмотреть. Мы еще тогда с общественником, Ермоловским Возгеном Николаевичем, если он смотрит, привет ему огромнейший, снимали эти проблемы городские. Видите, свалку убрали. Построили здесь крутейшее место отдыха для детей. Ну и для взрослых. Вот спорт, инвентарь различный. Ну, респект. Мне прям очень-очень здесь нравится такое местечко. Тут детская игровая площадка. Дети маленькие, сюда можно идти. Ладно, друзья, пойдемте уже в следующее местечко. Тоже что-нибудь посмотрим, если вспомним. Так, друзья, нашел тут паспорт объекта. Вот что здесь строится. Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Коммунальная, 9Б. Вот так он будет выглядеть. Ну, в общем, спорт в массы, как говорится. Окончание строительства 31.05.2024 года. Ну, ждем. Когда будет открытие, я вам тоже покажу все это. Мы продолжаем наше движение по улице Коммунальная, друзья. Очень радует то, что здесь окультурили обочины. И тоже сделали вот такую парковую зону. Высадили деревья, высадили цветы, озеленили газон. И приятно же пройтись по такой красоте, по чистому городу. Чтобы понимали, здесь вот раньше было просто поле, тоже было заброшенное. Основной дорогой коммунальной была вот эта дорога. Сейчас про нее уже многие забыли и редко кто там проезжает. Потому что, когда вы будете ехать по городу, вы будете ехать по вот этой дороге. Это, друзья, тоже новая дорога. Вроде бы то ли в 15-м, то ли в 16-м году ее начали делать. Она уже очень давно у нас работает. И она теперь стала основной по улице Коммунальной. Вот, друзья, тоже широкая, хорошая, качественная дорога новенькая. Вообще, по всему городу сделали дороги. Теперь можно свободно ездить. Вот, ее раньше вообще здесь не было. Здесь было просто забытое поле. Оле, привет. Вот, я же говорю, все раньше ездили вон там понад домами. Там основная пролегала. Теперь здесь вот такая трасса. Молодцы, что сказать. Так, а куда дальше мы с вами поедем, либо пойдем, я не знаю. Так, ну, вот здесь тоже облагородили немного, поставили скамейки, урны, фонарики. Ну, сами видите, красиво сделали. Ну, ладно, друзья, поехали дальше куда-нибудь. Еще что-нибудь сейчас вспомним по дороге, что у нас тут изменилось все-таки. Уже 10 лет прошло с того момента, как Крым стал частью России. Все это время банк РНКБ был вместе с нами. И всего за несколько дней, в марте 2014 года, он смог развернуть свою работу на полуострове. РНКБ банк является для каждого крымчанина надежной финансовой опорой. Он всегда рядом в трудную минуту. Благодаря широкой сети отделений и банкоматов, мы можем получать банковские услуги в любой точке Крыма и Севастополя. Даже я, когда покупал квартиру, брал ипотеку именно в РНКБ. Банк всегда поддерживал инициативы по развитию самого полуострова. Он участвовал в строительстве аэропорта, Балклавской и Таврической ТЭС, а также в множестве благотворительных проектов. Как хорошо, что РНКБ с нами на протяжении всего этого времени. Мы с оптимизмом смотрим в завтрашний день и строим будущее на нашем полуострове вместе с Банком РНКБ. На специальном сайте Банк РНКБ воссоздал хронологию ключевых событий за эти 10 лет и подготовил для нас множество сюрпризов. Переходите по ссылке, участвуйте в интерактивах и розыгрыше призов. Заходите на сайт, ссылочку я указал в описании. Мы переместились, друзья, наверное, на одну из самых проблемных улиц, которую вы знаете. Это улица Бирюзова. Здесь долгое время не было дороги. Ну как она была? Она была убитая, была вся в ямах. Ну те, кто здесь ездил, те, конечно же, вспомнят. Посмотрите, что здесь сейчас. Абсолютно новенький асфальтик. Буквально на днях его завершили. И теперь все. Можете спокойно сюда приезжать. Кататься по новому асфальтику. Кстати, в этой гостинице я тоже когда-то работал. Если хотите, могу сделать обзор на нее. Показать вам номера. Вдруг летом сюда захотите приехать. Так, ну что, ливневочку сделали. Тротуар. Ну и вся улица вот так укатана асфальтом. В принципе, сейчас могу даже из машины проехаться и просто показать вам. Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзья, мы переместились в наш городской парк Судака. Ну, как видим, здесь тоже у нас и детские площадки, и спортплощадки, и новые тропиночки, вымощенные плиткой. Раньше всего этого здесь не было. Чтобы вы понимали, здесь был просто такой асфальт. И тут уже под убитой. Высадили вот тоже новые деревья у нас здесь. Ну, тоже приятно прогуляться. Слушайте, я давно в горсаду уже так не был. Реально, вот эти деревья прям высадили. Молодцы. Их много. Вон розы растут. Но тоже клумбочки очень чистые и ухоженные. Так, а куда нам пойти? Давайте выйдем туда, где такая уличная сцена. В горсаду там иногда проводят различные концерты. Так, тут памятник Ленину стоит. Раньше на этом месте был фонтан. Он был в советское время. Потом Ленина установили. Так, ну что, друзья, как вам наш городской парк Судака? Он небольшой. Мне кажется, не кажется, он реально меньше, чем новосветский. Но все же он у нас есть. Это хорошо. Смотрите, деревья новые высадили, подвязали их. Ну, молодцы. Высаживают, занимаются озеленением. Ну, вот в этом месте у нас находится импровизированная такая сцена, на которой выступают иногда и проводят концерты. Зимой у нас вот здесь елка стоит. Здесь есть вот такие скамеечки, на которых можно сидеть и слушать. Интересно, будет ли какой-нибудь концерт на днях? Скорее всего, я думаю, будет. В честь десятилетия Крымской весны. Ну, вот такое место, друзья. Тоже красивый городской парк. Новые автобусные остановки, кстати, у нас поставили. По всему городу, по всему району. Тоже очень здорово. И, наверное, одна из таких больших работ проделанных, это плитка в самом городе. Вот по центральной улице, друзья, по всей улице Ленина идет новенькая плитка. Раньше здесь невозможно было проехать на самокате, либо на роликах. Все было такое убитое. Сейчас новенькая плитка. Буквально сколько? Два года назад, либо год назад ее сделали. Теперь комфортно можно ходить, гулять, ездить. И, кстати, по центральным улицам также сделали новый асфальт. Все дороги абсолютно новенькие, с новым покрытием. Поэтому можно комфортно ездить и передвигаться по городу. Так, что же еще я не снял? Я, друзья, сейчас не могу уже вспомнить все места, которые сделали, которые изменились. Ну вот, что иду и вспоминаю. Что вспоминаю, туда и заходим с вами. Мы переместились на окраину города Судак, друзья. Долина называется Долина Роз. Но раньше так называлось. Тут выращивали розы, но это давно уже все загубили. И сейчас здесь на этих полях появились виноградники. Хотелось рассказать о том, что в Крыму сейчас восстанавливают старые виноградники. Сажают новые. И это не может не радовать. Потому что виноград и Крым просто не разделенные вещи. И я рад, что прямо вот у нас здесь появляются новые виноградники. Из которых потом будут делать вино, которое все так обожают. Надеюсь, забор на виноградники молодые нам не пройти. Но со стороны я вам покажу. Вот так выглядят поля с молодыми виноградниками. Здесь, на этой территории, вообще ничего не было. Здесь было просто заброшенное поле без виноградников. Сейчас, как мы видим, все восстановили. Молодой виноград растет. На фоне у нас гора Перчем, кстати. Это самая высокая гора в Судаке. И самая первая, на которую я поднялся в Судаке. В общем, друзья, виноградники развиваются не только у нас в Судаке. Они по всему Крыму их восстанавливают. Ну что, так же не может не радовать. С той стороны тоже вон виноградник появился. И это, я считаю, тоже очень и очень здорово. Так, ну а мы сейчас возвращаемся обратно в город на автостанцию. Потому что там тоже кое-что сделали. Так, друзья, проезжаем по улице Лущинская. Не мог не проехать мимо, потому что здесь у нас находится дом культуры. Раньше его здесь не было. Здание было уже полузаброшенное. Здесь находилась контора виндзавода, насколько я знаю. Сейчас здесь у нас дом культуры. С большим актовым залом. Близко подходить, к сожалению, не могу. Потому что там музыка. Ютуб может за авторские права заблокировать видеоролик. Но, в общем, новый получается. Полностью сделали ремонт и внутри, и снаружи. И вот так теперь выглядит наш дом культуры судакский. Очень красиво. Тоже все обустроено. И сама территория тоже шикарная. Но сами все видите, я думаю. Вот так, такие изменения положительные происходят у нас в судаке. Друзья, ну, а мы с вами переместились в район автостанции. Потому что здесь появился сквер. Сейчас пойдем смотреть. Прямо в данный момент высаживают деревья. Вот кипарисики лежат. Здесь когда-то проходила акция сад памяти. Я, насколько знаю, мы здесь тоже сажали деревья. Только чуть подальше. Вон, видите, деревья растут. Я тоже принимал участие. Вот только, не знаю, не помню уже, какое дерево я посадил. У меня где-то были эти кадры. Нужно обязательно идти и посмотреть. Ну, вот как преобразилось место. Здесь тоже был просто пустырь на этой месте. Ничего не было. Был бурьян по пояс высотой. И как здесь сейчас. Тоже установили освещение. Сделали скамеечки. И давайте выйдем на площадь. Здесь обычно к 9 мая, не к 9, а на 9 мая проходит выступление. Так, ну, давайте пройдемся. Ну, вот так, друзья. Прямо сейчас озеленяет вообще круто. Это место станет еще зеленее. И будет больше растительности. Здесь, видите, плитка такого красноватого бордового цвета. И здесь площадь, получается, Красная площадь, я ее называю, наша Судакская. Ну, на этом месте вы точно проезжали, потому что это, можно сказать, вот он въезд в город. Вот он стоит, шпиль здесь. И вот такая реально Красная площадь Судакская. Так, давайте к шпилю подойдем. Здесь, конечно, друзья, дорога рядом, поэтому не знаю, как со звуком. Надеюсь, вам будет меня слышно. Советским войскам возменывание 25-летия освобождения Судака от фашистских захватчиков. Установлен шпиль вот этот. Ну и место, конечно, видите, как оккультурили. Молодцы прям. Это место нужно было в первую очередь оккультуривать. Вот возле этого памятника, возле этого шпиля, за ним точнее, вот тут было просто, друзья, обычное поле. Тут реально рос бурьян. Вот бы старые кадры отсюда найти, показать вам, как это выглядело. И как это вот выглядит сейчас. Как все изменилось. Девятое мая. Так, ну что вам еще показать, либо рассказать? А, друзья, касательно общественного транспорта. В Судаке, по Судаку у нас ходят новые автобусы. Помните, раньше такие желтые ходили, убитые. Сейчас все это тоже обновили, общественный транспорт. И автобусы уже у нас тоже новенькие, со всеми функциями, которые нужны. С кондиционером, что там еще у нас есть с видеонаблюдением, с этой терминалом для оплаты карты. Раньше этого тоже всего не было, естественно. Сейчас цивилизация и у нас здесь. Ну вот, друзья, сейчас пока еще тут, видите, тоже высаживают кипарисики. Поэтому здесь немного так грязновато. Но все равно это место тоже привели в такой вид красивый. Так, ну а мы с вами уже перемещаемся дальше. Еще у нас есть один объект интересный. Находится по адресу улица Гвардейская 1, прям в центре Судака. Это памятник архитектуры, друзья. Здание земской больницы, вторая половина 19 века. Охраняется государством. И здесь прошла реставрация памятника архитектуры. Выполнено в 2014 году при финансовой поддержке правительства Московской области. Это здание, я помню, когда оно еще было заброшенное, друзья. Убитое было полностью. Но здесь прошла реставрация. И оно вернулось в свой первоначальный, можно сказать, вид. Как вам его со стороны показать? Давайте немножко обойдем. С виду не скажу, что оно какое-то такое древнее, историческое. Но, видите, центр Судака прям. Так, а вокруг можно там обойти? Сейчас пойдем посмотрим. Ага, здесь вот колонны эти, как они раньше были, в древности 19 век. Вот, друзья. Кстати, я сюда ни разу не заходил почему-то. Смотри, как красиво смотрится. В Судаке таких зданий древних прям вообще не очень много, я бы сказал. Но это, смотрите, какое интересное. Ну и, кстати, оно сейчас тоже выполняет свои функции, которые и планировались при его строительстве. Сейчас здесь находится инфекционное отделение нашей городской поликлиники. Вот так. Слушайте, ну очень красиво. Видимо, та сторона здания, которая мы видели, как новая была, она, видимо, вообще не уцелела. А вот здесь стена, которая уцелела, ее прям... Ну и здесь провели реставрацию. Видите, как сейчас выглядит красиво. Ну, молодцы. Тоже восстановили. Так бы и стояло до сих пор заброшенное это здание. А сейчас оно функционирует. Так, друзья, еще хочу показать вам одно здание. Раньше здесь когда-то в советское еще время располагался университет, если не ошибаюсь. Потом это здание почему-то, я не знаю, забросили. Здесь был полноценный заброс. Вот оно за памятником находится. И оно просто стояло заброшенное. Дети там школу прогуливали в нем постоянно. Но сейчас его полностью восстановили. Здесь будет располагаться главный офис Тавриды Арт. Вот в Судаке, в этом здании. К сожалению, дальше пройти не могу, потому что там идут строительные работы. На стройплощадку нас не пустят. Но тоже здание полностью восстановили. Ну и все, пойдемте домой. Там еще сейчас свой двор вам покажу, что у нас сделали. Так, ну все, друзья, идемте ко мне во двор дойдем. У нас, кстати, там тоже, сейчас хочу показать, сделали большую спорт, спорт говорю, детскую площадку, где собирается буквально весь город. Сидите там обычно на ней. Друзья, я решил вам показать вид уже со своего балкона. Вот он наш двор, абсолютно новенькая детская площадка. Чуть дальше идет спортплощадка, также небольшая парковая зона. Здесь у нас новый асфальт. Ну, наш двор преобразился. Видите, много детей здесь играет. Муся, не мягче, я дома. Сзади вон, точнее, на дальнем плане видны горы, хребет Таракташ, гора Лягушка. С этой стороны немножко даже Ай-Георгий виден. И гора Перчем, которая вон за церковью расположена. Красота, жизнь прекрасна в Крыму. Ну что, друзья, вот и подошло к концу наше видео. Я показал все то, что вспомнил, что изменилось. Но, честно сказать, за последние 10 лет было проделано очень и очень много работы в Крыму. Крым действительно развивается, благоустраивается. Я невероятно счастлив, что я являюсь частичкой вот этого вот всего. Что я здесь живу, что я это все вижу своими глазами. И, по возможности, стараюсь все это передать вам в своих видеороликах. И как благоустраивается и природу Крыма. В общем, чтобы вы тоже могли смотреть на Крым в любое время суток. Я надеюсь, что вам было сегодня интересно посмотреть этот видеоролик. Еще разочек поздравляю всех россиян, всех крымчан с тем, что Крым уже 10 лет в составе России. Крым, Россия навсегда. Ура! Все, друзья, на этой позитивной ноте будем заканчивать данное видео. Ну, с вас точно праздничный лайк обязательно.